Взгляд о главной беде русского национального движения в наше время, так называемое, в постсоветское время. Это беда в том, что у нас коренным образом подменено, искажено православие. Самые фундаментальные, основополагающие понятия искажены, подменены. И вот мы вынуждены 30 лет уже, русское движение блуждает по мраке, и мы видим, что идет некогда бурный подъем, сменился укасанием и деградацией. И причина здесь только одна. Россию создала, Россию сплачивала, поднимала, и главным образом русский народ, всегда церковь. И вот в 17-м году мы знаем, пала русская государственность, и русские православные люди впервые столкнулись с чисто сатанинским натиском на русское государство, на русский народ, на русскую культуру, историю и так далее. И новомученькие исповедники, которые были этим сатанинским игом распяты, уничтожены, они оставили нам безценное наследие, которое до сих пор не востребовано, до сих пор лежит под спудом. И они четко перед Богом свидетельствовали и исповедовали, что российская государственность сокрушила сатанинская сила. Это не какие-то бандиты, даже международная мафия, не преступники, это чисто дьявольская мафия, в прямом смысле слова. Не в ругательном, а в сути этого явления. Сатанинская пига. И победить его человеческими силами абсолютно невозможно. Поэтому мы и терпим поражение за поражение. Начиная с 1917 года до сего дня. Что следствие русской катастрофы, причина русской катастрофы это богоотступничество. И пока не будет реального возвращения к источнику жизни, к источнику силы, к Богу, никаких изменений к лучшему не будет. И трагедия в том, что вот эту великую силу, которая создала русский народ и русскую государство, церковь, богоборцам удалось подменить. И в этом горе трагедии. Никакие движения, партии, братства, какие бы хорошие, благонамерные люди, мудрые, сильные там не были, они не способны делать то, что может делать церковь. Церковь как носительница божественных энергий, божественной мощи, божественной власти. Только церковь может воскрешать мертвых, собирать, растерзывая государство, собирать, воскрешать убитый народ. И новомученки нам четко это засвидетельствовали, что главная цель сатанинского режима, большевистского, это овладеть церковью, овладеть душой народа, чтобы совершить его духовное убийство, не только физическое, но и духовное, после которого нет воскресения. Вот второй первоирарх Русской Зорубежной Церкви, митрополит Анастасий, так и писал, что нынешние средства разрушения, как атомное оружие, они могут нести колоссальное разрушение материальное, но они не столь опасны, как то духовное растление, которое вносят в душу народа лжецерковники. И вот мы это и наблюдаем, потому что, и он говорил, что это то растление, которое ведет к духовной смерти целого народа, после которой нет воскресения. И вот не в этом ли причина того, что уже 30 лет реальной свободы, ну, конечно, мы понимаем, что это все относительное, но, тем не менее, никто людям не мешает исповедовать правду, пусть даже страдать с нее, но мы видим, что народ убит духовно. Как вот Андрей Николаевич недавно писал в ВКонтакте, я читал его статью совершенно правильную, что мы имеем дело с убитым народом, которому скучно, которому неинтересно, которому не волнуют русские смыслы, что даже если переименовать, вернуть прежние наименования улицам нашим городам, то это не изменит духовного состояния народа, который внутри, выжим, духовно искажен, покалечен, убит. И вот в этом, на мой взгляд, ключ вообще к воскресению и отдельной каждой души, и целого народа, возвращение к истинному православию, к настоящему смыслу, к смыслу жизни, к смыслам, для чего это существует, смыслу протекающих процессов. Ну и вот я хотел бы обратить ваше внимание на представленную литературу, которая здесь представлена. Это бесценная редкая литература, которая как раз отражает духовную брань между народом-крестоносцем, народом-христианином, русским народом и сборищем сатанинским. И жизнь нам показывает правоту православия, хотя сейчас оно превращено в полную противоположность, в карикатуру, но тем не менее православие дает человеку такую силу, когда он может побеждать дьявола, его служителей. Но оторван от этой силы человек превращается в жалкую игрушку демонических сил. И хотел бы вам представить свой спорник «Русский орден», который прошу вас всех помогать распространять, потому что мы живем в условиях, как вы все знаете, тотальной блокады, в условиях антихристианского общества. И тут даже о государстве говорить не приходится, потому что мы знаем, что государство от слова «Господь», «Государь», но все это уничтожено и топнуло в грязь, к сожалению. «Россия сказочно богата, но кто у власти? Вот вопрос. Христос не там, где все пузато, не в чахлом венчике изрос, не там, где блещут синагоги, сияя золотом окрест, не там, где голосуют боги, слетевшись на партийный съезд, а там, Господь, где боль и правда, в изгнании, в ранах, в нищете, герою духа, рай, награда и свет, распятый на кресте, гниют вселенские лжи обновы, огонь разрежет ночь промзон, мир сотворен нетварным словом, и словом будет воскрешен». Также хотелось прочесть стихотворение, которое вчера написано, и очень, мне кажется, оно будет к месту. «Лавра». Печать и тление на всех семинаристов, шагнувших в революцию с портфелем, хотели хорошо при сатанистах, а получили арт при бесодеях. Поруганная тайна христианства ответствует на том и этом свете. Сгорают зараженные пространства, летят в огонь обманутые дети. О, лавра преподобного, навряд ли в кошмарном сне тебе такое снилось. Эпоха кровожадного пентакля в прелестную протву преобразилась. «Туристам иноземным хлебосольство, в матрешках пустотелую порою. Здесь ложь одета в сытость и довольство, а правда здесь бомжует под стеною. И нет огня живительных энергий, в шикарных римузинах комиссары. Пошли нам совесть преподобный Сергий, как дар любви и пламенную кару». Поэтому вот мы всех и я всех призываем к сокровищу истинного православия. Хотя вот именно для того, пока аборцы и создали современную карикатуру на христианство, на православие, чтобы никогда русский народ не поднялся, чтобы никогда он не вернулся к своему небесному отцу и не обрел вот эту всемогущую силу. Но надо отделять зерна от плевел и понимать, что русская идея – это идея религиозная. Россия, русская Российская империя, русское православное царство – это религиозное мессианское государство, которое создано Господом Богом через наших святых. И воскреснуть мы можем только, вернувшись к огню, к божественному огню русского мессианства, русского истинного православия. Спасибо.